Новые медицинские учреждения, современное оборудование, а также комфортные условия для привлечения врачей. В Московской области реализуется одна из важнейших губернаторских программ здоровья Подмосковья. Одна из ключевых наших задач – обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь всем жителям нашего Подмосковья. Основной запрос, который мы слышим от людей – это первичное звено. Поэтому продолжаем строить и капитально ремонтировать поликлиники, научились быстро возводить ФАПы в селах, ведем серьезную работу по привлечению узких специалистов, оснащаем наши медучреждения современным высокотехнологичным оборудованием. В этом году построен и открыт фельдшерский акушерский пункт в Савинской Слободе. Закончили ремонт Акуловской амбулатории и Голицынской поликлиники. В Звенигороде отремонтировали здание 45-й горбольницы и создали там современные хирургические операционные. На этот год запланировано открытие поликлиники в Ромашкове. В августе она примет первых пациентов. Также губернаторская программа предусматривает меры по привлечению медиков. У нас есть региональные программы привлечения кадров. Это губернаторская программа аренды жилья врачам, фельдшерам, медицинским сестрам. Они получают выплату 20 тысяч рублей в месяц. 496 работников нашего учреждения получают данную выплату. Следующая программа это социальная ипотека. Для жителей в первую очередь важна доступность и качество медицинских услуг. Благодаря Центру диспансеризации и здоровья Подмосковью на улице Маршала Бирюзова, который открылся в этом году, за короткое время можно пройти всех необходимых врачей, диагностику и сдать анализы. Я знаю, что таким образом у меня мама, например, она живет в Москве, она пользуется. Это очень классно. Если здесь такое же реализовано, это замечательно. Потому что, во-первых, это социальная помощь, бесплатная, скажем так, это самое главное. Но хотелось бы, конечно, чтобы это было более масштабно и более доступно. Запущен проект поликлиника «Перезагрузка», который помогает сделать посещение врача быстрым и удобным. В будущем преобразования коснутся не только поликлиник. Их станут применять при строительстве и ремонте больниц. В том числе при модернизации хирургического корпуса Одинцовской областной больницы. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.